Всем привет! Меня зовут Валера Саракобатько, я из Харькова и на самом деле первый раз выступаю не в своем городе, поэтому немножко волнуюсь. И на самом деле спасибо Андрею, ты половину доклада рассказал. Но я постараюсь рассказать, точнее добавить еще что-нибудь интересное. Тема доклада называется «Почему я люблю Create React App?» и «Почему я не хочу ejected?» И да, я сегодня единственный спикер, который делает доклад на русском. План будет примерно такой. Минимально поговорим про Create React App и что такое вообще ejected. Я расскажу, почему я люблю и не хочу ejected и никогда не буду ejected. И расскажу про какие-либо tips and tricks и разные тулзовины, которые появляются уже в экосистеме Create React App. На самом деле я думаю, что 90% в зале знают, что это такое. Поэтому максимально быстро как-то пробежимся. То есть это тулзовина, как правильно было сказано уже ранее, что появилось после того, когда Данил посетил что-то там по эмберу. Не помню точно. Ему понравилось, как реализована консольная тулзовина в эмбере, и в итоге решилась что-то делать подобное для React. И на самом деле она после первых релизов набрала порядка 20 тысяч звездочек на гитхабе буквально за пару дней. То есть к этому можно относиться как к хайпу. И типа ну мы используем Create React App, потому что это сейчас очень популярная тулзовина и так далее, и так далее. Но суть не в том. Суть в том, что тулзовина, которая появилась и для React, и от разработчиков React, сразу очень сильно сховала комьюнити. Вокруг этого начала строить новые какие-то свои дополнительные тулзовины, какие-то решения искать и их максимально поддерживать. То есть если залезть там вишес или в пулл-реквест, то можно увидеть, как большой поток идей идет и от контрибьюторов, так же и от просто ребят, которые... Ну от комьюнити имею в виду. Вот. Использовать ее максимально просто. Достаточно всего лишь просто глобально установить Create React App, запустить и все. Приложение готово. После NPM Start или YAN Start запущен Dev Server, соответственно запущенное приложение и все. И дальше просто педалить, педалить, педалить. То есть не надо париться ни о конфигах, ни о вебпаке, ни о бабеле, ни о слинте, ни о джейсе, ни о флоу. То есть все из коробки, все работает, все удобно. Вот. И что немаловажно, минимальная, минималистичная структура. То есть нету никаких конфигов. Вот. Потому что... Об этом поговорим дальше, почему. Вот. И соответственно пакет JSON. То есть если его открыть, он маленький и там видно только то, что вы реально используете в проекте. То есть нету никаких ни лоудеров, ни бабель пресетов, ничего как бы по мне лишнего. То есть чего, по крайней мере, я не хочу видеть у себя в зависимостях. Тут этого нету. Вот. И основная фича Create React App, что типа нету конфигурации вообще. Но на самом деле это воронье. Конфигурация есть, но она не такая явная, как некоторым, например, хотелось бы. Вот. То есть жертвуя тем, что недостаток конфигурации, вы получаете ряд фич из коробки. Я их даже не буду перечислять. Тут даже специально оно так ушло вниз, потому что их можно перечислять, грубо говоря, чуть ли не бесконечно. Потому что очень много фич работает из коробки, о которых не нужно разработчику париться, не нужно заниматься дополнительной конфигурацией и подобными вещами. Вот. И вот все-таки eject – это такая вещь, которая отличает Create React App от другого разнообразия стартеров и ранеров проектов. То есть eject – это фича, которая просто берет все конфиги, все настройки, все зависимости из Create React App и кладет просто в ваш проект. То есть пакедж становится нереально громадным. То есть ты там видишь не только то, что ты используешь, а кучу еще всего остального. И еще нужно поддерживать все версии. Все это нужно будет делать ручками, npm-чек и так далее. Вот. И структура файлов. То есть мало то, если приложение маленькое, то появляются еще как конфиги, так и скрипты для запуска, билда и теста приложения. То есть меня это на самом деле… Я не хочу это видеть. Я хочу видеть только свой код и не хочу видеть никакие конфиги. Тем более, если они меняются раз в полгода или вообще никогда не меняются. Вот. Но eject – он полезный типа, по идее, полезный тем, что вы можете сделать eject и добавить, например, недостающий loader для вебпака или добавить какой-то bubble preset или что-то, грубо говоря, добавить какую-то конфигурацию, которой из коробки вам не хватает. Но для меня, на самом деле, сделать eject – это то же самое по аналогии, что если вы, например, работаете с React, и вам не хватает даже не с React, а с любой другой библиотекой или фреймворком, и вам вдруг не хватает какой-то фичи, и вы просто идете в node-модуль, копируете исходники, вложите их себе в проект, меняете и все. И удаляете сам библиотеку или фреймворк из зависимостей. И далее вы не получаете обновление этой библиотеки. То же самое с React.tap. Если вы сделали eject, то уже обновлять и получать новые фичи, которые появляются в новых релизах, вы не сможете. То есть по мне это как-то неправильно. То есть это как eject – это самый настоящий костыль, который сделали просто, скорее всего, для тех ребят, которые очень много трубят, что у нас не хватает фич, дайте нам loader, дайте еще что-то, и просто добавили фич в eject – вот, пользуйтесь. Просто не трогайте нас. То есть eject – это, как уже говорил, не очень хорошая штука. И я не хочу eject идти, никогда не буду. И сейчас это старые слайды. Это на eject похоже просто. Ладно, пусть будет он. Вот, в общем, теперь поговорим, я попытаюсь объяснить, почему я люблю все-таки create React.tap, почему я буду его использовать далее в React-приложениях, и почему я не буду писать свои костыли, использовать чьи-то костыли, и почему я не буду eject. То есть первое, как бы, может быть немножко и такая, не особо как бы как аргумент, но это тулзавина от разработчиков React. То есть с другой стороны, кто, как не они, то есть те ребята, которые являются основными контрибьюторами React, могут сделать тулзавину для той же технологии, которую они разрабатывают лучше. То есть я этим ребятам доверяю и верю, что они, как бы, сделают эту тулзавину, сделают, точнее, эту тулзавину намного лучше, чем все остальные, которые лежат в опенсорсе. Вторая причина – это то, что получается чистое приложение. Как мы видели ранее на слайдах, пакет JSON чистый, нету лишних зависимостей, структура приложения чистая, нету конфигов, нету никаких dot-конфигов и так далее. Третья немаловажная причина – это то, что, используя Create React tab, можно обновить весь свой стэк разработки с помощью апдейта одной строчки кода. То есть мы просто обновляем версию Create React tab, в которой уже все зависимости обновлены, добавлены на фичи и так далее. То есть намного удобнее, чем сделать npm check минусу, ждать 20 минут, пока все зависимости у тебя обновлятся. И Fixed Development Stack. Я помню времена, когда только vpack начал появляться, мы его начали использовать года два назад, и какое-то было, как мне казалось, счастье, что я могу вообще и YAML файлы загружать в JavaScript, и картинки, и CSS файлы, и SAS, и LEST, все что угодно. Лишь бы был loader, можно это загрузить. И я ходил, хвастался нашим .NET-щикам, типа, пацаны, смотрите, мы можем тут JS вайлих положить рядом TypeScript, это все будет работать. Они такие, вау, я думал, класс. А теперь понимаю, что это же полный бред. Приложение становится похоже просто на какую-то кашу, в котором разобраться в итоге получится вообще невозможно. Вот. И, соответственно, я уверен, что при апдейте, при использовании Create React Tab мы получаем только стабильные фичи, Stage 3 и так далее. Нету никаких кастомных webpack loader, которые чаще всего ухудшают разработку разнообразных MD, YAML loader и так далее. И стандартный набор всех плагинов для бабеля, процессоров и так далее. То есть, если ты, например, работаешь с несколькими приложениями, то ты явно знаешь, что используется в приложениях, какой стак разработки. Не нужно в себе держать в голове, что где-то что-то не так, приложения чем-то друг от друга отличаются с точки зрения запуска, билда и так далее. То есть все одинаково, все удобно и все, главное, работает. И не возникает никаких проблем. Вот. И, как уже говорил ранее, Тулзоина набрала очень большое количество лайков. Там собралась уже достаточно немаленькая комьюнити. Идет постоянно какой-то большой поток идей. Вот. И если вкратце об этом, да, старые слайды пройтись, то там уже идут приложения по внедрению системы плагинов. Идет, вот, кстати, тоже runtime overlay. Это вот эта вот фишка. Кто работает с критерия ПЭПом знает, что если вы допускаете, у вас случается какая-то ошибка, которая чаще всего просто показывается в консоли, то у вас эта же ошибка дублируется у вас как в блокскринене в приложении. То есть очень многим эта фишка нравится. Я не могу сказать, что это прям киллер фиша, но удобно. Так вот, если бы вы сделали eject до того, как появилась эта фича, то все, вы бы эту фичу не получили. Если бы, ну, вариант, конечно, есть, все смержить ручками, но зачем это нужно? Вот. И так далее. Мы далее поговорим про детали этих всех идей, которые там прилагаются. Вот. И, соответственно, вокруг Create React App появляется ряд тулзовин. Одна из последних, которая не так давно появилась, там тоже, кстати, от разработчика из Facebook, тулзовина, который называется Craft. Craft, то есть это Create React App from the Plate. То есть суть заключается в том, что просто на GitHub хранятся шаблоны Create React App. То есть шаблон имеется в виду просто шаблон начального приложения. То есть сейчас. Вот эта вот часть. То есть по дефолту там просто идет компонент APPS.js, индекс.js и все. То есть, по сути, оно скучное. И, ну, например, если вы работаете с Redox или еще с какими-то контейнерами, то вам это нужно будет самим конфигурировать, добавлять и так далее. А в случае шаблонов, то эта проблема решается, что вы можете использовать как готовый шаблон или как создавать свои шаблоны, например, для стека приложений в рамках вашей команды или компании. И при установке приложений у вас появляется, создается, точнее, инициализируется Create React App приложение в контексте Create React App, но уже с каким-либо шаблоном. То есть Redox уже там может быть или еще любые другие зависимости. То есть это удобно. Вот. И также появляются уже тулзовины, которые позволяют в контексте Create React App генерировать компоненты с тестами, ну, то есть как placeholder, да, вы уже просто сгенерировали, то есть вы не тратите время на то, чтобы создавать компонент и так далее. То есть вы просто генерируете его и дальше работаете. Там поддерживается ряд функций, как сгенерировать stateless или stateful компонент и так далее. То есть на самом деле удобно. Вот. И есть еще такой компонент, точнее не компонент, а for Create React App, который просто добавил одну фичу, которой якобы многим не хватает. Это можно конфигурировать веб-пак кастомно. Ну, то есть то, чего Create React App, наоборот, вот, уводил людей, здесь добавляют, но люди пользуются. Вот. Кому как удобнее. Вот. Теперь как раз самое, думаю, интересное, tips and tricks. Вот. Первое. Это как, на самом деле, часто задаваемые вопросы, которые я слышал от ребят. Environment configs. То есть как мне прокинуть переменные окружения в приложение, которое работает под Create React App. во-первых, .env, думаю, тоже многие знают, что это такое, работает прямо из коробки. То есть достаточно просто создать .env файл в руке, и все переменные, которые там указаны, они уже будут в рамках вашего приложения. Вот. Второй вариант – это описывать переменные окружения перед запуском самого Create React App. И для этого советую использовать cross-env пакет, для того, чтобы все было кросс… забыл слово… кроссплатформенно, спасибо. Вот. Но здесь один есть нюанс, что все переменные окружения должны начинаться с префикса react-up-underscore. Вот. Например, в данном примере последняя переменная, secret, она не будет доступна в приложении. В приложении же они доступны через process.env. вот. Это удобно использовать для каких-либо конфигураций переменных окружений, то есть там API host, протокол, какие-нибудь там секретные ключи, Google Client ID и так далее. Вот. Второй часто заданный вопрос – это как разделить все-таки конфиг на… для нескольких окружений, то есть для дева, стейджинга и, например, продакшена. Здесь точно так же все просто, но немножко некрасиво. Там получается достаточно длинная строка для запуска, потому что нам нужно мануально указать, при какой команде какой конфиг нам использовать. Вот. И более того, такой подход не дружит с тестом, потому что кто работал с Create React App при запуске теста, нужно указывать environment.js.dom. Вот. Но если сделать… в общем, если добавить сюда тест-команду, то JS прочитает путь конфигу как фильтр для файлов, которые он должен тестировать. То есть здесь есть один такой нюанс. Но одно из решений – это то, что есть Create React App, созданный уже pull request, у которого выполняются тесты и все нормально, которые поддерживают из коробки несколько .env environment конфигов. То есть при запуске, при NPM старте мы используем dev.env, при билде мы используем prod.env. Вот. Теоретически фича удобная. Там даже на GitHub какое-то количество лайкс, звездочек насобирало. Но пока официального ответа от контрибьюторов не было. Вот. Третья проблема, с которой чаще всего люди, разработчики сталкиваются при работе с Create React App. Это импорт модулей из глобальных папок, грубо говоря. То есть проблема заключается в том, что не хочется видеть код, когда мы импортим какие-то модули из родительских директорий. Это несколько папок назад, потом несколько папок вниз и так далее. То есть это неудобно. В таком контексте было бы намного работать комфортнее и понятнее, и меньше допускать ошибок при просчете, сколько же нам надо выйти наверх. В вебпаке это решалось с помощью конфигурации resolve model directories. Мы могли указать директорию, которая будет являться рутовой при require в рамках приложения. Вот. И официальное решение от разработчиков Create React App это использовать дополнительную папочку nod modules, которую мы можем положить в папочку src, которая должна коммититься. То есть все мы знаем, да, что если require... Я что-то сейчас скажу, что это костыль, да? Все верно. Но это официальное предложение от разработчиков Create React App. Официальное костыль. То есть, ну да, я не буду говорить, что это дерьмово. Более красивое решение – это использовать переменную окружению node-env. Ой, извините, node-pass. Добавлять ее, точнее, сконфигурировать можно точно так же, как и любую другую переменную окружение, только не нужно добавлять префикс React App. То есть достаточно просто или перед запуском скрипта, или в .env или указать node-pass, и все будет работать точно так же, как и работало в вебпаке. А зачем? Хорошо. Вот. Еще один сейчас задаваемый вопрос – как изменить порт для dev-сервера? Вот. Я когда-то с этим очень сильно наломал ног. Ой, как-то там по-другому говорится. Вот. В общем, ситуация была такая, что я запустил приложение, у нас была Google-авторизация, и она почему-то у меня здесь, именно на приложении с критерик-тепом не работала. Я еще у меня такая мысль промелькнула. Может быть, потому что порт трехтысячный по дефолту? И подумал, да нет, чепуха какая-то. Ну, как такое может быть? Хост один и тот же, localhost. А у нас в консоли Google было настроено, что для режима разработки у нас localhost должен, точнее, приложение должно запускаться на 9-тысячных портах. Вот. Я этого не знал. Вот. На тот момент я полез в исходники, смотреть, что там происходит. Вот. Нашел переменную, которая называется просто порт. Переменная окружения, которой можно переопределить порт сервера. Но на тот момент этого не было в документации. Сейчас это уже появилось. Вот. Но не все читают документацию полностью, на самом деле. Вот. Точно так же можно или через .n файл добавлять, или просто через запуск самого приложения. Вот. Другая фича, которая меня, на самом деле, она меня раздражает. Фича, которая идет из коробки Create React Type, то, что когда вы запускаете приложение, у вас автоматически открывается браузер. Вот. Я сейчас смотрел в последних коммитах, они вроде добавили, пытаясь добавить функционал, который будет поддерживать, точнее, при каждом запуске приложения не будет открываться новая вкладка, если предыдущая вкладка еще не закрыта. Вот. Но сейчас каждый раз, когда делаете NPM Start, открывается в дефолтном браузере постоянно новая вкладка. Вот. И особенно, если вы маководы и сидите, у вас приложения все развернуты на фуллскрин, у вас начинается каша, потому что все виртуальные столы начинают друг с другом свапаться, ездить, это крайне неудобно. Вот. Как минимум, это можно выключить, просто определить, переопределить переменным браузером, или, например, можно задать любой другой браузер, Chrome, Firefox, Safari и так далее. Но эта фича еще не в релизе. Она в мастере, но она не зарелижена. Вот. Я узнал про эту фичу, просто смотрел, что там они коммитят и все. То же самое с HTTPS. То есть, если вам нужен локальный сервер на HTTPS, все то же самое. Просто HTTPS true и все работает. Proxy request. Это, на самом деле, лучше реализовать через переменные окружения, но ситуация бывает такая, когда у вас приложение, которое якобы в продакшене, оно должно ходить на тот же API, на тот же хост, на котором оно находится. А если вы запускаете локально, то нужно ходить на какой-то другой хост. Вот. Лучше это решить, конечно, через переменные окружения, просто через дефконфиг и протконфиг, например, переопределить просто хост, API-хост и так далее. Но одно из решений – просто можно в конфиге, в пакетже Sony описать прокси и какой-нибудь URL, и в таком случае обычный запрос на API-todos или любой другой у вас будет проксироваться на тот хост, который вы описали. То есть, в некоторых случаях это удобно, но теоретически лучше использовать переменные окружения. Вот. И homepage. Она, эта фича полезна, когда у вас на продакшене, например, или, грубо говоря, не на локальном инвараменте приложение находится не на руте, не в руте индекс.html. То есть, вы можете определить какой-то путь, и то есть, в таком случае, когда будет сгенерирован индекс.html, который сгенерирован в результате билда, этот путь, который вы описали, будет добавлен ко всем ассетам, которые вы подключаете на страничке. Вот. Это, наверное, самая такая холиварная тема custom webpack, потому что ребята из кратериактепа категорически против, по крайней мере сейчас, чтобы как-то можно было модифицировать конфиги любые. Вот. Но есть небольшой workaround, который в некоторых случаях спасает. Вот. То есть, вопрос стоит, например, нам нужно добавить какой-нибудь плагин, как один из примеров, с которым, по крайней мере, я сталкивался, мне нужно было в приложение добавить оффлайн плагин, чтобы приложение было похожим на какой-то более-менее прогрессив web application. И изменить entry point. Ситуация с entry point, когда это может понадобиться. К примеру, у вас есть два версии билда приложения, там full application и light application. Или же в моем случае мне нужно было из приложения полноценного сделать билд из одного компонента, чтобы замаунтить его в другом приложении, которое не React, и это вообще какой-то был .NET MVC древнейшая, и просто в какой-то div надо было замаунтить компонент, который на самом деле лежит в другом приложении. То есть для этого в любом случае придется создать webpack.config файлик в руке вашего приложения, но не нужно описывать абсолютно все правила или копировать из create.react.app. Можно, к примеру, просто заимпортить себе config create.react.app и зауверайдить некоторые поля, то есть добавить какой-то плагин и изменить, например, entry point или любые другие конфигурации. И это будет работать. Но здесь важно учитывать, что это не как бы запускать приложение все-таки надо будет тут нет этого слайда в этой версии, sorry. То есть это не влияет на команду. То есть в таком случае вы не получите красивый какой-то output, как вот create.react.app делает при билде. То есть когда вы делаете билд приложения, вы получаете кучу полезной информации у себя в консоли, вплоть до того, что если до этого у вас существовал предыдущий билд, create.react.app в консоли показывают разницу текущего билда и предыдущего. Увеличился он, уменьшился или что-то с ним произошло. Вот. Вы этого всего не увидите, потому что это находится в скриптах запуска и билда. В скриптах билда. А это всего лишь override вебпак конфига. То есть вы просто сбилдите и все. То есть будет обычный output вебпака. Вот. То есть по сути вот это путь к вебпак конфигу, продакшн версии и путь к вебпаку, который лежит в react скриптах. Это нужно для того, чтобы не инсталлить вебпак к себе в приложении. Вот. Чтобы иметь к нему доступ. Вот. Но здесь важно учитывать, что это такой функционал может поломаться в любой другой версии. В любой последующей версии create.react.app. К примеру, если ребята поменяют структуру внутреннюю, то есть вебпак конфиг будет лежать не по такому пути или невозможно будет вызывать без каких-либо переменных окружения самого create.react.app и так далее. То есть такой подход может поломаться, но для временного решения он может жить. И как бы не делая eject можно добиться каких-то достаточно кастомных требований. Вот. Вопрос по поводу кастомных плагинов для бабеля и пресетов. Здесь все сложнее, потому что не поддерживаются и не хотят. То есть все это в том, что я сделал pull request. Суть которого заключается в том, что если в корне вашего приложения есть файлик .bubble.rc и там определенные какие-то плагины, то при запуске приложения create.react.app он будет брать те конфиги бабеля, которые описаны у вас. Если у вас файла этого нету, то будет использоваться дефолтный набор плагиновых пресетов. Но ребята, Данил особенно и, грубо говоря, команда create.react.app категорически против любых подобных новшеств, потому что основная цель create.react.app для того, чтобы использовать только стабильные вещи, стабильные фичи и не расширять как раз стейк, вот этот, который можно расширять до бесконечности как в pack loader, так и в бабеле разнообразные пресеты и так далее. То есть суть заключается в том, что как только какие-то фичи попадают в стейк 3, то есть релиз, мы это добавляем в create.react.app и так далее. Кстати, вот про как раз декораторы. Как только они попадают в стейк 3, они будут добавятся в create.react.app. Есть еще одна фича бабеля, которую мы, точнее не бабеля, а льва скрипта, по сути, который там в экспериментальных висит. Это байн пропасал, то есть когда вы можете биндить через два . она вообще, по сути, не обсуждалась майн-тейнерами долгое время, и поэтому мы эту фичу как бы когда-то использовали, но в create.react.app она никогда не попадет. И как результат того, что мы ее использовали ранее, может быть такая ситуация, что у вас приложение в итоге превратится просто в какой-то ад из неподдерживаемого функционала, мертвого синтаксиса, который никогда не будет за религией, и вы намертво уже привязали себя к транспиллерам и всевозможным код-модам для того, чтобы это все работало. И никогда от этого не откажетесь, кроме как просто взять театры, пере-рефакторить и изменить все свое приложение. Вот. И еще один холиларный вопрос. Как использовать LES или SaaS в create.react.app? Из коробки никак. Вот. Но есть решение использовать просто раздельные процессы. То есть один процесс для запуска приложения, другой процесс для билда SaaS или LES или любого другого процессора. Вот. Но здесь есть одно ограничение, что мы не можем использовать CSS-модули. Потому что, как вы знаете, CSS-модули изменяют реальные классы, которые ты писаешь у себя в CSS, на, грубо говоря, уникальные. То есть оно к именам класса добавляет еще определенные хэши. То есть раньше в предыдущих версиях create.react.app это возможно было использовать. Потому что при импорте CSS-файла в переменную styles вы получали набор классов, которые были доступны, которые были описаны в этом CSS-файле. Но в новых версиях create.react.app CSS-loader не экспортит классы. Поэтому сейчас все файлы импорт просто через импорт без присвоения какой-либо переменной. То есть CSS-модули использовать, насколько я знаю, невозможно. паблик url. То есть все, что лежит в папочке паблик в рамках кода или в рамках вашего индекса html доступно через перемену окружения паблик url. Здесь не буду даже останавливаться, потому что это почти то же самое, что мы ранее говорили, просто в другом контексте. И одна из таких основных фич, точнее не основных, а достаточно интересных, потому что о ней в документации нет ничего. Существует только один issues на гитхабе, достаточно длинный thread, где описана эта фича, о которой я сейчас расскажу, и как таск создан к тому, чтобы задокументировать, грубо говоря, в описанной документации этот подход. То есть суть заключается в том, что вы можете форкнуть не create react-tab, а react-scripts. Create-react-tab работает в контексте лерны, то есть react-scripts это один из пакетов, грубо говоря, самого react-tab, который в свою очередь отвечает за шаблон приложения, за полифилы, за настройки веб-пака, бабеля и джеста, за скрипты run-build-test и за все, в принципе, фиши, которые там доступны. То есть теоретически можно форкнуть к react-scripts. При инициализации приложения просто вставить ссылку на ваш форк, где уже реализовано все так, как вам угодно. И то есть вы можете уже синхронизировать, грубо говоря, с upstream, делая все, что вам угодно, но в любом случае такой подход требует внимания, требует вашего времени на то, чтобы все это синхронизировать с upstream, для того, чтобы все работало и так далее. То есть, но уже появляются кастомные как раз react-scripts, которые из коробки поддерживают us, less, есть react-script, у которого там порядка тысячи, по-моему, звездочек, который из коробки делает ваше приложение как progressive web application. То есть это зарелижено, но не задокументировано. Но это на самом деле достаточно полезная фича. И последнее, о чем хочу поговорить, это о тех вещах, которые еще вообще не зарелижены. То есть то, что теоретически мы можем ждать в ближайшее время. Первая фича, она вообще максимально простая. Это просто добавить прогресс билда в процентиках. То есть я ни в коем случае не говорю, что это какая-то киллер-фича. Я просто говорю это к тому, что, как вот ночью, я знаю много ребят, которые очень много времени тратят на свои какие-то конфиги webpack для того, чтобы все работало красиво, чтобы был красивый output, чтобы было все как-то информативно. И то есть, если, например, вы вдруг захотели себе такому функционалу, сделали eject, добавили, то через месяц или два месяца такому функционалу появляется официально. Но это как минимум обидно. Вторая фича – это конфигурировать браузеры, для которых вы делаете билд. То есть можно описать, что для девеломента мы используем только Chrome последняя версия. И мы не будем, то есть билд-приложение будет происходить быстрее. А для продакшена уже можно описать весь остальной стек. Вот. И, наверное, последняя из такого максимально обсуждаемых фич – это система плагинов. Тред лежит здесь, в этом мишесе. Предложение, кстати, подступило от Данила. Суть заключается в том, что стоит ли вообще в Create React App поддерживать систему плагинов. И как раз вопрос был к самому комьюнити. То есть, что вы думаете, в принципе, нужно, не нужно, или если нужно, как вы считаете, точнее, как бы вы хотели это видеть и как бы вы хотели это использовать. Вот. Там достаточно длинный тред, очень много каких-то вариантов для предложенных от комьюнити. Вот. Один из вариантов был просто инсталлить, грубо говоря, плагин. То есть, например, React Scripts с поддержкой SaaS. И Create React App уже автоматически будет понимать, что у вас установлены дополнительные плагины и будут как-то с ним работать. Если будут какие-то конфликтующие плагины, то вы получите, как любят делать часто Facebook, какие-то читабельные ворнинги, что sorry, у вас тут конфликты, решите их перед запуском и так далее. То есть, это предложение идет от комьюнити. То есть, теоретически это может сделать любой из вас. То есть, если вам интересно, если у вас есть какие-то идеи, то, грубо говоря, разработчики Create React App будут очень рады, если вы предоставите какие-то свои идеи, опишите там, тем более, если это будет полезно, и теоретически это может быть реализовано. И, грубо говоря, все, что я сегодня рассказывал, почти все и чего-то еще не дорассказал, находится в этом репозитории. Это всем известный awesome репозитории, то есть awesome Create React App. Там почти все и даже больше tips и tricks, и очень много полезных ссылочек на всевозможные статейки, на всевозможные туториалы по Create React App. Там тоже все это можно почитать, узнать. И у меня все. Спасибо. Кто-то хочет задать вопрос? О, Кирилл. Всем привет. Меня зовут Кирилл. У меня, точнее, не столько... Ну да, первый вопрос. Модули у нас сильно стабильные, они считают? Какие модули? Ну, ES-модули. Не слышно? Слышно. И я отвечу. Модули синтаксис стабильный с ES6, а модули loader spec утвердили буквально пару дней назад. Ну да, но они в spec такие, как вот там. Так что все стабильно, все ок. Ну вот в любом случае я бы предложил ребятам все-таки выкинуть вот эту кашу из импортов, написать нормальный резолвер и написать какую-нибудь приблуду, чтобы она там данные грузила, может, в раутах или как-нибудь вот так. Но то он импенсорс. Создай ES6 feature requests, они это любят. Да, да, да. Между прочим, не вопрос, но вот интересно, что в Node community, когда ноду создавали в 2009 году, вот эта идея, что много-много папочек Node modules, и вы импортируете по имени из-под папок, они думали, что вот так все и будут делать, это будет красиво. Но никто не стал этого делать, все стали писать вот эти относительные пути, а потом стали ныть, что путей не хватает, придумали Node pass, и Node pass считается костылем. Но вот мир вот так вот вкрутится с ног на голову всегда, поэтому то, что сегодня все такие, а что это такое? Вот, и все редакторы не поддерживают эти Node modules и всякое такое. Да, это так. Пока ручками не настроишь редактор. О, можно настроить, это клево. Вопросы, вопросы. Больше вопросов. Может, ты хочешь вопросы задать? Нет. О, есть вопрос. Amazing. Привет, я забыл, как тебя зовут. Привет, можешь, пожалуйста, рассказать, с какими продуктами вы работаете в вашей компании? Это отдельный доклад. Не, ну на самом деле, если вкратце, мы разрабатываем только внутренние приложения, то есть не продакшн. У нас есть только два продакшн, и они не особо крупные. Ну, продакшн имеется в виду не продакшн паблик, то есть те, которые доступны из 2, а 2 небольших приложения, это больше даже не приложения, а сайты, да, и порядка 10, наверное, админок, вот, но из них 6 на реакте, 1 на англере, 2 вообще не знаю, они старые. Вот. И каждая админка, она на самом деле крайне большая. И вот все, которые на реакте, мы вот переехали на Create React App, и максимально не жалуемся. Привет, спасибо за доклад. На мой взгляд, получился он слегка неоднозначный, потому что все так хорошо начиналось, а потом так плохо, плохо, сложно. Вот с твоей точки зрения для создания реального продукта, не для игры с реактом дома, а для клиента, ты бы порекомендовал использовать это или нет? Да. Если нет, то я хочу слышать аргументы, почему нет. Давай тебе вначале. Я подержу, подержу. Окей. Всем привет. Это я. Леха. Вот у меня вопрос. Мы прослушали, ты персонально так понял, против Eject, да? Вот в этой всей штуке. Но получается как-то неоднозначно, и Eject здесь самая полезная штука. Ну как? Ты сделал, я же привел пример. Да-да, без вопросов. Пример классный. Но получается, что вот мы вот этим поделкой посидели вечером, короче, там на утро создали какое-то приложение. А как экспериментировать? То есть надо более быть гибким, например, мне надо будет поменять там 30 пакетов, обновить, да, из того всего этого. Мне что это все руками в консольке делать? То есть каждый раз, когда я делаю create up, мне надо описывать вот эту кучу scope модулей, которые нестандартные, которые бы я хотел, например, я более новую версию чего-то хочу, но она не входит в этот пак. И вот это все, вот раздувается консоль. Получается, Eject это самая здесь полезная вещь, которая… Нет, смотри, на самом деле всего лишь, если говорить про… Как он работает? Если говорить про какие-то чаще конфигурируемые свойства, да, но то же самое, по сути, что вы делаете с вепаком напрямую. То есть это… Вот это частенько попадается… Ой, сори, не это… Вот это частенько попадается, когда вы релизите, да, что просто… Достаточно просто в вепак конфиге… Ой, в пакеджесоне там есть и так по дефолту поле хомпейдж, просто описать хомпейдж, который у вас там на production или на любом другом. Все. То есть это поле пакеджесона. Вот. И вторая вещь, которая чаще всего используемая, это… Ну, порт такой себе… NotPath. Это просто, чтобы для удобства загрузки модулей. И все. Другого больше вы ничего не делаете. Это я уже рассказал про те костыли. Например, если вам… Ну, вы хотите использовать Create React Tab, но у вас сильно кастомная какая-то проблема. Это как, например, с его райдингом вебпака, да, конфигов. То есть я с этим раз столкнулся, я их сделал, оно живет и с выходом новых версий Create React Tab никаких проблем не возникает. Но все приложение работает с новыми фичами, которые релизят Create React Tab. Не слышно в YouTube. В YouTube, кстати, вообще почти никого не слышно. Слышно только того, кто в микрофон говорит. Давай. Сорян, извините. Тогда, получается, мы опять получаем кучу людей, которые будут сидеть и молиться на очередной источник, который для них будет подбирать нужные версии. Да. Опять? Ну, блин, наоборот, мне нравится, что мы уходим от того, что я вижу кучу вот такой чепухи… Сейчас. Вот. Нет. Вот. Я как разработчик, я не хочу это видеть. Это же твое самое главное, что ты должен видеть. Нет. Ты должен контролировать этот процесс. Вот. Вот самое главное. Я вижу, что я использую React, у меня есть React DOM, но я не хочу видеть, что я использую CSS Loader, Image Loader, Webpack, Bubble Loader и так далее. Блин, нахер это мне надо? Так в этом-то и смысл разработки. Ты должен контролировать 100%. Ну, блин, сорян, мы бы не сработались. Можешь вернуть обратно на структуру, на структуру проекта, который генерирует? Маленький или большой? Нет. Да, вот это. Вот вопрос, а кто… Ну, то есть комьюнити генерирует, как бы, вот… Best Practices… Нет, смотри, вот этот шаблон – это дефолтный Create React App. Если ты хочешь кастомный, ты можешь… Их есть куча кастомных. Их с помощью тулзомный крафт ты можешь вытягивать какое угодно. Вот. А с другой стороны – вот это твое приложение. То есть его ты делаешь, как хочешь. Создаешь там actions, reducers, roads и так далее. То есть это просто, грубо говоря, root твоего приложения. И здесь нет никакого webpack config, bubble.rc и все остальное. Оно там в Create React App уже все описано. Ладно, это два мира, я так понимаю. Есть мир, который хочет контролировать, есть мир, который хочет там фыр-фыр-фыр, там и production. Ну окей. Нет, нет. Так что фыр-фыр-фыры в production? Смотри, какая суть. Спасибо. Реально классный доклад был. То есть теперь я знаю, какой фичей я не буду пользоваться в этой вещи. А какой буду? Я буду пользоваться eject-ом и всем рекомендую. Вот последнее, что скажу. Основная фича. Одна из основных фич, почему я в последнее время максимально доволен Create React App. Потому что к своим приложениям я стараюсь относиться и делать их максимально проще. Вот что вы говорили. Мало функций, маленькие функции и так далее. И максимально меньше файлов. То есть меня раздражает, когда структура просто какая-то громадная, вложенная и какие-то куча конфигов и так далее. То есть нет лишних файлов, нет лишних конфигов, нет лишних зависимостей. Я доволен. Я тоже с тобой не согласен, если что, но как это сказать. Но свою точку зрения ты отлично отстоял и мне очень понравилось. Илья. Да. Я с Алексеем тоже не согласен. Я просто скажу, почему, к примеру, мы у себя тоже там, где у нас еще остался React, адоптим Create React App. Потому что даже у меня в компании на 12 человек и серия, знаете, как у нас в Украине есть два казака, три гетьмана. Каждый проект насетаплен по-разному. И попытки игры в демократию приводят к тому, что ты каждый раз приходишь в проект и разбираешься, ух ты, а как тут насетапили в Эпаке Бейбл. Поэтому мы сейчас тоже прицепились к React App, чтобы ничего не настраивать, чтобы вот эти попытки игры в демократию за это били по рукам. Это, собственно, главная позиция Даниила Абрамова, что ничего не надо настраивать. Знаете, у нас есть Linux с девизом «вы можете настроить все, и вы будете все настраивать». И вот бакось, прости господи. Спасибо. Да. Вот. И последний нюанс. Вот приблизительно просто хочу сказать, что кто хочет понять философию, собственно, Даниил Абрамов, есть такая штука, ну наверняка все слышали в джаваскрипте «Прекер», да, появился, который красиво оформляет джаваскриптовый код, форматирует по правилам, и он не настраиваемый. И вот, то есть он оформляет джаваскрипт код так, как видит это «Прекер». И вот опять же сам Даниил Абрамов создал там issue с просьбой «пожалуйста, не делайте его настраиваемым». То есть отсутствие конфигурации – это как раз тот плюс, который облегчает вхождение в наше сообщество. По этому поводу есть история. До этого, как ты его назвал, на букву «П», не пофиг. Был такой форматок, который называется «Standard». Да, это типа стандартный нодовский форматор, типа нод-комьюнити очень его любят. Но там это «Como first», всякая такая фигня. Вот. И первое, что случилось с этим «Standard», когда его выпустили, кто-то тут же его фокнул и сделал «Semi-Standard», потому что в «Standard» не было точек с запятой, а в «Semi-Standard» есть «Semi-Colons», которая точка с запятой. Тут было то же самое, на самом деле. Да. То есть, кто-то хотел еще вопрос задать? Слышали, да, как Илья такой? «У нас где еще остался React?» Да, вот. Хипсерство. Еще один вопрос. Просто не могу сообразить. А если тебе нужно в приложении, допустим, Store, и тебе надо Redux туда вкрутить? Его же нет в Create React? Ну, ты добавляешь сам. Тебе нужно ejectить его, и уже с этого пошло все? Не, ну ты как бы заинсталил приложение, ну, заинициализировал приложение, да? И у тебя есть основная структура с настроенным всеми, грубо говоря, DevEnvironment, Webpack, Bubble, Flow, Slint и так далее. А далее ты просто делаешь InPayment, стал Redux и все остальные Redux-овские middleware, которые тебе нужны. То есть, уже работаешь как с уже настроенным приложением. Я чувствую, что нужен Create Redux App, потому что… А есть такой, есть. Как всегда, с раутером не работает, да? Так, еще вопросы есть? Уже нет вопросов. Джон говорит, что пора заканчивать. То есть, у нас нет тайминга, да, но тайминг на самом деле есть. Перед тем, как мы уйдем на перерыв, я хочу сделать одно объявление. У нас проходит KyivJS, но самая большая конференция, которая в Киеве проходит, это Frameworks Day. Ира сделала нам промокод, который называется… Так и пишем, KyivJS. Если вы сегодня покупаете билет на KyivJS, билеты еще остались и якобы по маленькой цене, да? Еще маленькой цене? С посредней цене, да? А, первые 50 билетов были по маленькой, да? Ну, 50 билетов уже продано, значит конференция состоится. Так, промокод 25% скидки – это самая жирная скидка, которая тоже только может быть. Поэтому, если там сегодня вам делать нечего, вы можете здорово сэкономить себе денег и прийти на хорошую конференцию, доклады будут еще лучше, чем сегодня. Не в обиду сегодняшним докладчикам. Нет, ну хотя бы как такие же, да. Валера, наверное, будет докладывать. Валера, будешь докладывать? Про Create Reactor? Можешь про Create Reactor рассказать. Про View ты будешь рассказывать, я точно знаю. Спасибо, Владимир. Что, что? АПЛОДИСМЕНТЫ Да, спасибо за доклад. Валера. Спасибо. Спасибо. Спасибо.